Впрочем, теперь и самой Америке в пору задуматься об угрозах. Северная Корея накануне испытала баллистическую ракету, которая, как утверждают в КНДР, способна достичь любой точки США, в том числе и Вашингтона. Чем ответят штаты, выяснял Дмитрий Анопченко. В КНДР два с половиной месяца хранили молчание. Многие даже подумали, испугались давления и демонстрировали готовность к переговорам, но оказалось, новую ракету готовили к испытанию, на которое лично Ким Чен Ын приехал. Она пролетела порядка тысячи километров, упав в Японском море, в двухстах милях от берега. И, как уверяют в Северной Корее, их ракета с ядерным боезарядом теперь способна до любой точки Америки достать. Северокорейское телевидение пафосно сообщает, дескать, завершили ядерное вооружение страны. Пентагон официально признал ракета межконтинентальная баллистическая. Другими словами, это означает, что она теоретически действительно способна преодолеть расстояние в 13 тысяч километров и достичь территории Соединенных Штатов, в том числе и Вашингтона, где мы сейчас находимся. Дональд Трамп признает, ситуация серьезная, и сказал, обращаясь к американцам, мол, справимся. Но что именно намерены предпринять в Вашингтоне? Четкого плана пока нет, или, по крайней мере, о нем не говорят вслух. Рекс Тилерсон разве что призвал мир усилить давление на режим Кима, в том числе и экономическое. При этом глава Госдепа специально подчеркивает, все еще ищет мирный путь остановить ракетные пуски. На сегодня назначено и экстренное заседание Совета Безопасности ООН. Казалось бы, Организация Объединенных Наций уже применила все возможные санкции против КНДР, сделала все, что можно. Что же еще? Но дипломаты, работающие при ООН, поделились с нами, мол, сейчас у американцев появилась еще одна идея. Они попытаются полностью блокировать морское сообщение с КНДР. И действительно, Организация в исключительных случаях имеет право ввести запрет на сообщение по морю с какой-либо страной. Для Пхеньяна это было бы очень серьезным ударом. Если, конечно, все страны, входящие в Совбез ООН, на это согласятся. А еще Соединенные Штаты созывают союзников, восстанавливая структуру, которая 60 лет назад, казалось бы, навсегда ушла в историю. Командование Объединенных Наций, существовавшее в 50-е годы прошлого века, в разгар Корейской войны. Теперь в него снова войдут и Соединенные Штаты, и Канада, и Япония, и другие союзники. Все те, кто не просто обеспокоен, а понимает, мир сегодня стал другим. Ведь под угрозой все. И ядерные ракеты КНДР теперь способны ударить и по их территории. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала. Американское бюро телеканала.